Привет! Сегодня, знаете, у нас такое спокойное видео. Я просто хотел вместе с вами разобраться вот в этом бардаке. Тут даже будет таблица. Ура! В общем, в Pass of Excel 3.24 полностью удалили секстанты и теперь кастомизация эндгейма строится вокруг дерева Атласа и системы скрабеев. У вас есть дерево Атласа для настройки того, что вы хотите фармить. И плюс вы можете пользоваться скрабеями для того, чтобы добавлять дополнительный контент. И всячески настраивать ваш фарм. Обо всем подробно поговорим. Для совсем новичков в эндгейме, когда вы завершаете сюжетную кампанию, вы запускаете карты в машине картоходца. Там есть несколько слотов, по умолчанию 4. Вы также можете добавить пятый слот, когда пройдете фиолетовую Т17 карту. А когда вы ее закомплитите, у вас откроется пятый слот. И вообще сейчас важность пятого слота резко выросла, потому что это плюс один скрабей. Вы засовываете карту, размещаете скрабей. В данном случае у меня скрабейный синдикат. Вы можете встретить Джун. Членов синдиката будет сопровождать дополнительное подкрепление. Ну и соответственно увеличение получаемой информации о синдикате. Запускаете карту, там все это прокает, фармите, получаете много полезного. Это как пример того, как это может выглядеть. Давайте их вернем обратно. И откроем вкладку. Здесь все скрабеи сортированы по их типам. То есть скрабей на унике, сульфит, гадалки, духи мучимые, изгнанники, эйнар ритуал и так далее. Их очень много. Я не представляю, как вообще себя чувствуют сейчас игроки, у которых не куплена эта вкладка. Потому что все это падает в какую-то кучу. Это невозможно просто сортировать. Потому что они все... Глазу не за что зацепиться. Они плюс-минус одинаково выглядят. Это просто какие-то жучки разноцветные. Нужно навести мышкой и почитать. Почитать, что дает каждый скраб. Мы сегодня постараемся их разобрать и отсортировать. По поводу секции тайника стоит сказать, что это секция фрагментов. Я считаю, что после выхода этого патча сейчас это самая важная секция. То есть, если вы все-таки запланируете покупку в магазине, вот здесь вот есть отдельная вкладка секции тайника. Это самая важная секция, которую стоит сейчас приобрести. Без скидки 75 монет. Со скидкой, ну, наверное, что-то в районе 50 или 40. Я точно не помню. Ждите. Каждые три недели есть скидки на секции. Покупайте по скидке. В общем, довольно удобно ей пользоваться. Это хоть какая-то настройка, да, для того, чтобы разобраться. Итак, значит, о чем стоит поговорить? Помимо того, что вы сортируете их, складируете, фармите и периодически используете, у вас в какой-то момент, естественно, может возникнуть вопрос, а сколько какой скрабей стоит? Потому что их много. Всех навряд ли вы успеете потратить. Эту часть вы будете продавать. Я играю на Соло Лиге, поэтому у меня их мало. А у игроков, которые торгуют и которые много фармят, у них тут сотни и тысячи. Вы можете пользоваться различными сервисами для того, чтобы оценить стоимость вкладки, для того, чтобы выставить скрабеев на трейд. Например, есть ТФТ Булк, сайт, ссылочку оставлю, наверное, где вы можете залогиниться, импортировать, соответственно, сюда ваши вкладки, в том числе вкладку фрагментов, для того, чтобы оценить стоимость скрабеев и в дальнейшем торговать пачками. Я здесь не буду ничего показывать, потому что я особо этим ничем не пользуюсь, по причине того, что я играю на Соло Лиге. Не знаю, меня авторизует вообще. Ну, здесь вот приватку даже нельзя выбрать, в принципе. И, соответственно, здесь для торговых ли все-таки все эти настройки, может быть, где-то есть гайд. Можно пользоваться инструментами попроще. Если вы не пользуетесь ТФТ Булком, вы можете воспользоваться, ну, например, вот этой таблицей. Ссылку на нее я тоже оставлю. Довольно удобно. Здесь схематично изображена ваша вкладка фрагментов, в которой показано, сколько стоит какой скрабей. Одна штучка. То есть вы можете обратить внимание, что, например, какой-то скрабей здесь стоит 820 сфер хаоса. Давайте проверим, есть ли у меня такой. Судя по всему, есть. То есть вот здесь вот у меня 820 хаосов лежит. Просто ждет, когда я выставлю на трейд, если бы я торговал. Ну, собственно говоря, да, вот вы видите вкладка. Вот схема того, как оно выглядит. Может быть не совсем удобно, но, опять же, так, чтобы просто прикинуть и посмотреть, а нет ли у меня вот этих вот дорогих скрабеев, почему бы и нет. Здесь вот справа они отсортированы по стоимости. Вы можете посмотреть, какие самые дорогие. Таблица обновляется в реальном времени. Здесь есть синхронизация с Пой Нинджа. Ну, по сути, да, это Пой Нинджа есть. То есть вы можете еще и на Нинджу открыть в разделе экономика и посмотреть, сколько какой скрабей стоит. Опять же, там, обратить внимание, нет ли у вас вот этих вот скрабов в вашей вкладке фрагментов. Теперь переходим к самому важному. Я хотел с вами поговорить о том, как работают скрабеи и какие их виды есть, на что стоит обратить внимание. Пройдемся по каждому. Это будет самая большая часть видео, но, наверное, самое важное. Все-таки то, о чем я хотел с вами поговорить. Сделал таблицу. Ссылочку оставлю. Здесь на русском языке указано описание и свойства каждого типа скрабеев. Что они дают, что делают. Давайте пройдемся. Здесь есть, что обсудить. Во-первых, есть... Давайте о том, как устроена таблица. Указана лига, контент, к которому относятся скрабей. Указан член синдиката, который вам дает этих скрабов. Ну, например, хилок нападений, дропает скрабеев. Пездны. Если вы фармите синдикат, эта информация может быть полезна. Также указан базовый тип скрабеев и спешалы. То есть, специальные виды скрабеев, которые относятся к этой лиге до 4 штук. Для некоторых лиг это 4, для некоторых 5, для некоторых 3. Обратите внимание, специальные виды скрабеев не добавляют контент этой лиги на карту. То есть, если вы запустите вот этих вот скрабов в бездны, но при этом бездну на атласе не прокачаете, не положите вот этого скраба и не включите в свойствах машины картоходца эту лигу, то у вас просто скрабеи сгорят впустую. У вас не будет бездны на карте и вы просто потратите скрабов никуда. Потому что спешал скрабеи контент лиги не добавляют. Еще раз, вам нужно либо закинуть базового скрабея, который добавит контент лиги, либо прокачать на атласе, сделать так, чтобы у вас бездна спавнилась, то есть, качать ее здесь побольше. Либо же вы можете просто запустить бездну вот здесь вот в свойствах машины картоходца. Тоже эта опция есть. А вот она. Шесть хаосов, почему так дорого? Ну ладно, здесь две бездны сразу добавляются, потому что скрабей добавляет одну бездну, только по умолчанию. Но, следующее, о чем стоит сказать, у каждого скрабея есть лимит. Вы можете обратить внимание, что, например, тот же базовый скрабей бездны лимит два. Это значит, что вы можете положить таких скрабеев сразу две штуки в машину картоходца. Здесь у засады, у ларцов четыре лимит скрабеев базовых. Вы можете четыре скраба положить, если у вас машина картоходца на пять слотов. При этом в области будет сразу двадцать дополнительных ларцов, если вы это сделаете. У некоторых скрабеев лимит один, у некоторых два, ну и так далее. То есть до четырех. Как это работает? Вам нужно разделить ваших скрабеев. Вот, например, не знаю, где там ларцы у меня. Давайте вот так вот возьмем три штуки так. Возьмем три штуки так. Вы кладете их вот так и вот так. И сюда кладете карту. Здесь можете еще что-то разместить. То есть вам нужно, чтобы ваш скрабей занимали разные слоты. Тогда, когда вы запустите карту, потратится скрабей здесь, потратится скрабей здесь. Если они будут лежать вот так вот, потратится только один. Таким образом вы можете настакивать контент лиги в различных там комбинациях. И теперь уже, собственно, стоит пройтись по самим этим лигам. По безднам. Все просто. Здесь я буду говорить только о каких-то хитрых комбинациях, о чем действительно стоит поговорить. Потому что многие свойства скрабов, они довольно-таки обычные. И зачем лишний раз просто тратить время их обсуждать. По безднам интересный скрабей, который увеличивает количество монстров, порождаемых безднами на 75%. Лимит 2. Вы можете добавить 2 таких скрабея. 150% увеличение количества монстров. Все это приводит к тому, что на картах огромное количество монстров бездны. Если вы прокачаете дерево атласа, если вы докидаете туда скрабов, запустите еще, добавите парочку бездна машины картоходца. В итоге все это приведет к тому, что у вас уровень персонажа будет расти как на дрожжах. Потому что вы будете убивать этих мобов. Надеюсь, не они вас. И, соответственно, быстро-быстро фармить, поднимать уровень. А тут есть еще редкие предметы с дырками бездны. Сейчас в игре, по-моему, как никогда просто их фармить. Опять же, если у вас какой-то билд, который настакивает количество самоцветов бездны, вы получаете от этого какие-то бонусы. Вам, скорее всего, рарки с гнездами бездны пригодятся. Засада. Опять же, куча ларцов можно добавить базовыми скрабеями. Но здесь есть несколько прикольных. Скрабей на повторное открытие ларца 15%. Шанс он стакается с атласом. На атласе там есть что-то в районе 16. Может быть, я не знаю. Но можно в пейп-лайнере посмотреть. Два, два, десять. Четырнадцать. Четырнадцать процентов. Пятнадцать здесь. То есть, около тридцати процентов у вас будет шанс повторно открыть ларец много-много раз. То есть, один ларец вы можете в итоге там раз десять открыть. Каждый раз его зафармить, что-то выпадет. А также есть усиление эффекта добавленных свойств ларцов. То есть, например, если на ларце написано, что он дропает восемь дополнительных предметов, вместо этого там сколько будет, я не знаю. Тринадцать. В общем, все моды на ларце будут разогнаны. Также область содержит много дополнительных ларцов. Обитатели области затаились в засаде. Но это что-то типа, вот знаете, как они там бесчисленные... Не помню. В общем, когда вы заходите на мапку, и там 30 ларцов с чем-то, и монстров вообще нет. Что-то подобное. Как это можно использовать? Ну, например, когда вы хотите закомплетить с Т-17, пройти карту, но при этом она сложная. Вы хотите быстрее добраться до босса, вы можете кинуть этого с караба, тогда всех мобов засосет в ларцы, и карта почти пустая будет. Там какое-то количество мобов останется, но не очень много. Ларцы редких разновидностей, ну, все просто. Больше там ларцов на гадалки, на карты, валюту и так далее. Анархия. Здесь смысл в том, что можно с помощью скрабеев спавнить большое количество дополнительных бродячих изгнанников. Используется в стратегиях, когда вам нужно очень много уникальных мобов на карте. Есть всякие поломанные способы фарма с ритуалами, например. Когда умершие в радиусе ритуала изгнанники, они, соответственно, в каждом ритуале будут вставать заново. Вы их снова убиваете, снова фармите. Они вам дают трибьют эту дань. И, в общем, убивая уникальных мобов на карте, вы можете дропать много разного интересного. Например, это стакается со скрабеем на реликвии. Уникальные предметы, о них мы еще поговорим, что с каждого, вот здесь вот, с уникальных монстров в области выпадает дополнительный уникальный предмет. То есть, с этих изгнанников будут падать каждый раз уники в огромных количествах. Ну, также на Атласе там есть, например, то, что уникальные мобы дают скрабеев при смерти. Тоже можно с этим использовать. Рок экзайлы, в общем, в этой лиге как никогда популярны. Скрабы на них достаточно востребованы и часто падают, что приятно. Дальше. Бестиарий. Здесь Эйнера можно добавлять теперь... Ну, и раньше можно было с помощью скраба. Самый интересный из них это скрабей, который добавляет черную Мориган. Кстати, не сказал, вот здесь есть ссылочки на Вики. То есть, вы можете навести на название каждого скрабея. Здесь будет ссылочка на Википедию, так что вы можете открыть и почитать подробнее, что это такое. Например, черная Мориган. Что это вообще за зверь такой? Если вы ее поймаете, вы получите рецепты, которые позволят вам в машине картоходца добавить на предмет 5 хинекоры, на волшебный синий предмет. Но для этого, обратите внимание, везде нужно еще несколько зверей. То есть, вот нам вот этого парня нужно будет поймать. Также можно получить максимальное количество связей. То есть, получить 6 ленг. Можно будет получить максимальное количество сокетов на предмете. Можно будет разделить предмет, засплитить на 3 предмета. Ну, и здесь добавили духи 30 уровня. Каждого типа зверей. Кошка, птица, паук, краб. То есть, раньше тут были духи 20 уровня, теперь есть 30. О них примерно на 25% более сильный эффект. Если вы хотели в билд добавить духа какого-то зверя, то это must have. Черная Мориган, соответственно, может быть получена в игре только с помощью этого скрабея. И обязательно стоит использовать вместе с ней вот этого скраба, который создает копию пойманных зверей. То есть, вы таким образом сможете двух поймать этих самых Мориган. Далее, предательство. У синдиката вообще очень скучные скрабы. Ничего интересного здесь нет. Просто чуть больше информации, больше членов синдиката. Довольно слабенький скраб на то, что члены синдиката дропают дополнительного скрабея. Еще и с 50% шансом. Правда, лимит здесь 2. Но мне кажется, тратить слоты, драгоценные машины-картоходцы, но вот это не стоит. Бионды. Инамирия. Здесь довольно прикольные скрабеи на увеличение радиуса порталов Инамирия и создание дополнительных порталов с уникальных мобов. Кстати, вот опять же, со стратегией на изгнанников стакается классно. На карте там десятки и сотни изгнанников. Каждый из них спавнит дополнительные порталы Инамирия при смерти. Плюс увеличение радиуса слияния. Лимит 2. Это вот комбинация двух этих скрабеев даст вам огромное количество монстров Инамирия на карте. Это много опыта и много порочной валюты. Только стоит помнить о том, что Инамирия по умолчанию заканчивается ровно в тот момент, когда появляется босс Инамирия. То есть, если он спавнится, вы его убиваете, все, Инамирия закончилась. Вот если вы будете этих скрабов использовать, Инамирия, мне кажется, будет максимально быстро заканчиваться. Потому что сразу вылазит босс, убили, все, как бы никаких профитов больше нет. Чтобы этого не было, вам нужно будет использовать вот этот кейстоун, который запрещает боссам появляться. И в таком случае монстр продолжит спавниться. Очень много их здесь будет. Много экспы, много лута. Скверна. У скверны есть хорошие скрабеи. Во-первых, тот, который дает масла на один уровень выше. И сундуки масел можно будет открыть повторно с 20% шансом. Кидаете два таких скрабея. У вас шанс становится 40%. Кидаете один такой скрабей. И много-много наград и масел получаете с карты высокого уровня. Не забудьте только добавить скверну. Либо базовым скрабеем, либо со станка машины картоходца. Просто можно это сделать. Четыре хаоса, по-моему, стоит. Таким образом, можно много масел залутать, даже если вы не качали скверну на атласе. Разломы. Здесь, на мой взгляд, самые интересные скрабеи. Это те, которые повышают количество выпадающих осколков. Плюс просто базовый скрабей разломов. Четыре штуки можно засунуть в машину картоходца. Каждая добавляет два разлома. В какой-то комбинации вы можете кидать вот эти на осколки. Разломы. И плюс дополнительные сундучки. Вот эти ручки, которые там в разломе появляются. Тоже можно забрасывать. В общем, вся эта стратегия направлена в основном на то, просто чтобы дропать больше осколков. Собирать камни разлома максимально быстро. Очень-очень выросла ценность скрабеев картографии. В этой лиге. Раньше они особой ценности вроде как не представляли. Сейчас прям стали очень сильными. Одни из лучших. Потому что карты важны. Все хотят дропать больше карт Т17. И в целом карт. Здесь увеличение количества находимых карт. Лимит 2. Вы можете находить карты на один уровень выше. Вплоть до Т16. Очень круто. Вот этот скраб сумасшедший. Найденные карты будут все осквернены. И иметь 8 свойств. То есть дропаете огромное количество карт с 8 свойствами. Там много квантити, рарити. То есть большие пак сайзы монстров. Много дропа. И есть скраб на то, что карты с 30% шансом будут продублированы. Лимит 2. То есть максимум 60%. Опять же можно дублировать Т17 карты. Думаю не стоит объяснять. Каждый скрабей здесь прикольный, интересный. Немного выбивается скрабей, который позволяет из финального босса карты дропать уникальные карты. Это полезно наверное на старте лиги. Для того, чтобы закрывать атлас, получать много уникальных карт. Как можно использовать. Проходите какую-то карту, типа карта айсберга, где 3 босса. Ну любая карта, где 3 босса. И точнее карту эту заранее ролите на то, что будет 2 уникальных босса на карте. То есть у вас вместо 3 будет сразу 6 боссов. Все эти 6 боссов дропнут уникальные мапки. Таким образом можно много уникальных карт получать. Они сейчас дорогих уникальных карт в игре нет. Которые могут в глобальном дропе выпасть. Только для комплита скорее всего. Делириум. У Делириума вроде как не особо дорогие скрабеи. Но при этом парочка из них занимательные. Здесь есть заполнение шкалы Делириумов на 100% быстрее. Старое свойство секстанта. Теперь здесь лимит 2. То есть можно на 200% шкалу Делириума заполнять быстрее. Также есть те, которые генерируют 2 дополнительных типа наград. Мне кажется вообще идеально стакаются. Вы можете закинуть 2 таких, 2 таких. Плюс какая-то карта. Делириум запускаем машиной картоходца. Ну что-то там на дереве тоже прокачаем естественно. Чтобы больше наград получать. В итоге туман дает очень много. И здесь очень занимательный скрабей. Найденный в области карты содержит слои Делириума. Стакается супер круто со скрабеями картографии. То есть вы можете дропать огромное количество карт. Добавляете туда вот этого скраба одну штучку. И каждая выпавшая карта будет со слоями Делириума. Соответственно с дополнительными наградами. Выглядит очень интересно. Скрабей на гадалке. Стоит сумасшедших денег из-за того, что много пати эмэйферов. Много игроков, которые готовы их покупать. Вот мы с вами видели например, что вот этот скрабей стоит там 800 сфер хаоса вроде как сейчас. Потому что... Ну и вот этот скраб тоже что-то стоит не знаю 100 хаосов. В общем дорогие скрабы. Почему? Потому что все хотят фармить гадалки. Фармят их в основном в группах на Т17. И почему бы их и не продавать? Если вы играете в соло, навряд ли они какую-то ценность для вас будут представлять. Но я имею ввиду, если вы не привыкли фармить в группе, то лучше их мне кажется на трейд выкидывать. У вас их купят. Одному очень сложно окупить использование этого скрабея. Вам столько карт не выпадет скорее всего, чтобы оно окупилось. Господство. Это алтари. Алтари. И в этой лиге они раскрылись в первую очередь за счет вот этого скрабея. Положительные эффекты алтарей в области также дают 30% увеличения получаемого опыта. Суперклассно, потому что стакается. То есть каждый алтарь, который вы берете на карте, он дает вам этот бонус. Сами знаете, если кто-то из вас качал алтари, вы знаете, что там бывает на карте какое-то нереальное количество эффектов алтарей. Вы просто под всеми эффектами алтарей находитесь. И это позволяет вам очень-очень быстро фармить опыт. Вот сейчас стоимость таких вот скрабов взлетела вверх. Я не знаю, отражено, кстати, например, это вот в этой таблице или нет. Вот, по-моему, вот это скраби алтарей. Я могу путать. В общем, ладно, разберемся, разберемся. Должно было вырасти. Почему? Потому что есть стратегия довольно популярная, где игроки фармят сотый уровень как раз-таки с использованием большого количества алтарей. Важно отметить, что малые алтари не дают бонусы, только обычные. Также есть скраб на необычный алтарь. Это просто свойство секстанта старого, когда вы встречаете алтари, которые дают вам хаосные взрывчики и там получение зарядов разных типов. Есть алтари, которые добавляют боссов на карты. В общем, можно это потестить. Это довольно полезно. Сущности. Сущности стоят дорого. Их много фармят. Ну, как дорого. Они просто достаточно востребованы игроками. Всегда были. Их можно смело продавать. На атласе, об этом мы еще немножко поговорим, можно, естественно, прокачать шанс дропа скоробеев сущности. Вот здесь вот, по-моему. Ну, здесь вот, в принципе, есть узлы, которые позволяют дропать определенные типы скоробеев чаще. Сущность базовая добавляет две штуки сущности. Находимые в области сущности будут на один уровень выше. Вот это так себе скороб. Вот этот прикольный. Редкие монстры на карте будут заперты в сущности. Может быть, этот-то и нормальный-то на самом деле. Нужно для того, чтобы следом порчи повышать уровень сущностей на карте. И еще плюс менять их на специфические сущности, такие как там сущность истерии, безумия и так далее. А предкие монстры заперты на карте. То есть, вы представляете, вы заходите на карту, и там каждый рарник, которого вы встречаете, он будет заперт в сущности. То есть, с одной карты можно вынести их какое-то нереальное количество. Сюда же закидываем вот этого скоробе для повышения уровня сущности, прокачиваем атлас. Главное, все это затащить, потому что, сами знаете, сущности бывают очень и очень опасными. Иногда сложнее, чем какие-то боссы. Экспедиция. Здесь ничего прям сверхинтересного нет. По сути, здесь свойства скоробеев дублирует свойства атласа. Вы можете просто это все суммировать. Прокачали атлас на экспедицию, закинули побольше этих скоробов, зафармили очень много логбуков, артефактов. В общем, те, кто фармит экспедицию, точно оценят. Предвестники стоят дорого. Я не знаю, может, я, кстати, здесь с ними перепутал. Тут они где-то находятся. Предвестники довольно востребованы игроками. Они не то чтобы дорого стоят, потому что они часто падают. Но при этом их постоянно покупают. Почему? Потому что сейчас комбинация всех этих скоробеев позволяет игрокам надеяться на то, что они выбьют много осколков вот этой фрактуры, как она называется, сфера расщепления, я не помню, а плюс осколок зеркала. То есть сейчас комбинируя скоробей на редкие осколки одного вида, на то, что выпадающие осколки дублируются, что предвестников будет много, они будут заменены вот этим могущественным боссом предвестников. Все это скомбинируя друг с другом, вы можете сочетать для фарма карт и надеяться на то, что вам выпадут вот эти вот те самые заветные осколки зеркала. Они еще могут как целиковое зеркало выпасть. И, в общем, естественно, игроки пробуют. Игроки пробуют, но я не знаю, там какая статистика. Можете в комментариях написать, если вы пробовали фармить предвестников в этой лиге, сколько в среднем карт нужно пробежать, чтобы там какой-то ценный осколок выбить, рассказывайте. Харвест. Всего три скораба. Один базовый добавляет харвест на карту, второй удваивает жизненную силу. То есть вы получаете в два раза больше семечек. И третий добавляет гарантированно семечку четвертого тира в каждую вида грядку. То есть, если там желтая, синяя, красная грядки, каждый из них получит по семечке четвертого ранга. Вы сможете их убить с некоторым шансом получить проходку на Ашабе. В принципе, все понятно, не о чем даже особо говорить. Вот по вмешательству как раз-таки можно. Можно пройтись. В отличие от предательства, здесь довольно интересные скорабеи. Во-первых, вы можете добавить на карту дополнительные группы монстровмешательства. Они будут не внутри инкержинов, не внутри вмешательств, а снаружи просто бродить по карте. Также есть скорабей, который делает монстровмешательства редкими, волшебными синими. И увеличивает размер групп таких монстров на 15%. То есть это влияет, во-первых, на вмешательства, которые будут на карте. Там будет много синих монстров. Их будет много в целом. Плюс это стакается с модом Атласа, который позволяет делать волшебных монстров. Здесь тоже с 33% шансом. То есть 33% плюс 35% получается, что тут в районе 70%. 68% что монстры будут волшебными синими. Это много опыта, много дропа. И вот этот скорабей влияет в том числе на монстров, которые просто бродят по мапке. То есть кидайте два таких, кидайте два таких и фармите. Фармите. Ну, как вариант. Как вариант. Опять же, это можно с делириумом сочетать для того, чтобы быстрее слои делириума заполнять. Также есть очень интересный скорабей, который дропает целиком хроники Ацаатля. То есть дополнительно собранный храм. Как это работает? Когда у вас осталось последнее вмешательство, остается на карте. Вот вам, во-первых, нужно кидать только когда храм уже почти собран. В последнюю мапку забрасывать этого скорабея. Далее, когда вы убиваете последнего архитектора, на пол дропается целиком хроники Ацаатля. Там будет точно такой же храм. В плане комнат и в плане вот этих вот переходов между ними, которые вы собрали. Но при этом уровень комнат будет по-другому распределен. То есть комната, которая у вас была третьего тира, встанет первого или наоборот. А в любом случае, это шанс получить еще один хороший Ацаатль на продажу, либо для того, чтобы пробежать самостоятельно. Почему бы и нет? Далее. Скораби и влияние. Довольно недооцененные игроками, на мой взгляд. Я сам до сих пор поражаюсь, почему их так не ценят. Но вот эти вот слабенькие, конечно, которые добавляют шейпера и древнего на карту. Единственное, там, скораб древнего, он добавляет порталы, вот эти древнего, которые считаются уникальными противниками. А вот сейчас вот, опять же, убивая уникальных монстров на карте, можно дропать больше уникальных предметов, либо скорабиев. Всякие там взаимодействия есть, о которых мы с вами говорили. Но в целом довольно слабые скораби, здесь я согласен. Но при этом есть, например, скораби, которые дают 40% увеличения размера групп с влиянием в области. Это, во-первых, влияет, конятное дело, и вот на этих парней, но при этом это влияет и на монстров влияние завоевателей, то есть гвардов Сируса. Можно с картами Сируса закидывать этих скорабов. И это работает с экзархом и пожирателем. То есть монстры, которые спавнятся на карте под влиянием пожирателей экзарха, они также будут, их размер группы будет увеличен на 40%. Ну, соответственно, больше монстров, больше дропа, больше алтарей. Все это достаточно эффективно должно работать. Здесь также есть скораб, который примерно с 18% шансом, по крайней мере на вики написано 18%. Не знаю, стоит ли этому доверять. Примерно с 18% шансом заменяет каждую карту на карту синтеза создателя, завоевателя, хранителей. Создателя. Не знаю, что это значит. Два раза написал. Синтеза, завоевателя и хранителя, создателя или древнего. Наверное, вот так будет правильно. Давайте удалим. То есть вы просто дропаете карты гвардов с повышенным шансом. Если вы, например, опять же, закинули туда машину картоходца, много скорабов картографии, чтобы много мапок нафармить, вы можете последним скорабом дропнуть вот этого скорабия для того, чтобы получить большое количество карт гвардов. А почему бы и нет? Единственное, работает на картах Т-14+, только. Легион. У легиона довольно скучные скорабы. Здесь просто больше сержантов, генерал дополнительно. Плюс единственный более-менее интересный, который позволяет освобождать монстров из стазиса несколько раз. Каждый раз у них немножко больше ХП будет. Если у вас быстрый билд, который взрывает легиона на раз-два, вы можете несколько раз. То есть вы первый раз взорвали легион, потом вы можете еще раз его вскрыть, еще раз его вскрыть. Каждый раз это будет чуть сложнее делать. И в итоге появляются копии монстров. То есть вскрывая одних и тех же монстров, вы получаете их копии. Соответственно, сержанты там все носят какие-то награды. То есть утроить, учетверить можно награды, наверное. Какие-то. Не знаю, я не пробовал это использовать, рассказывать, как это работает. Но в общем и целом, вроде как фидбэк такой, что не очень эффективно. Скорабы на реликвии. Обычные до двух штук можно закинуть. На 200% увеличив количество находимых в области уникальных предметов. Почему бы и нет. Также есть тот самый скраб, который дает уникальный предмет из каждого убитого уникального монстра на карте. Очень обузная вещь, которую игроки стабильно используют. И есть довольно ценный скрабей, который добавляет безымянного прорицателя на карту. Редко падает. Стоит денег, по-моему. Ну, 165 хаосов сейчас это стоит. Безымянный прорицатель. Вендор, который позволяет вам у него забрать какой-то уникальный предмет. Многие игроки пытаются там найти какой-то тир-1. Редкий уник. Тот же мейджблод там, да. Ну, или просто какой-то дорогой, более-менее хороший предмет. При этом, вроде как, там немножечко нерфанули предметы, которые можно у этого прорицателя получить. То есть, теперь не так часто там встречаются дорогие уники. Но, не знаю. Редкий парень. Я его вообще не видел в этой лиге еще на соло. Посмотрим. Посмотрим. Как встречу, так вам обязательно расскажу. Ритуалы. По ритуалам нет базового скоробия, который просто добавляет ритуал на карту. Вместо этого есть вот этот весел, который собирается из осколков ритуала. 100 штучек соединяем вместе, получаем ритуал. Ну, если вы хоть немножко фармили ритуалы, вы должны знать, как это работает. При этом ритуал, конечно, можно добавить на карту свойством машины-картоходца, либо на атласе прокачав. Также сами скоробии здесь просто позволяют получать больше трибюта. Позволяют получать больше наград в ритуалах и обновлять награды дополнительное количество раз. То есть, по сути, это те свойства атласа, которые у нас уже есть, только они теперь еще и стакуются друг с другом. Сульфитные скоробии скучные. Просто встретить ника, больше сульфита получить. Еще есть скоробей, которые дают какие-то испарения, которые увеличивают количество выпадающих предметов из монстров в радиусе, когда вы подбираете кучку. Проблема в том, что когда вы к этой кучке подбегаете, скорее всего, все монстры в радиусе уже убиты. А во-вторых, я проверял специально, что-то как-то с них не особо что-то падает. То есть, забегаете, хватаете кучку в радиусе, вроде все бафнулись. Убили, два свитка мудрости дропнулось. В общем, не знаю, странно работает. Эти скоробей ничего не стоят. Мучения. Скрабы мучения довольно часто падают. Вот здесь базовый добавляет 5 духов. 4 штуки можно закинуть, 20 духов получить. На карте дополнительно к тем, что и так прокнут. Также здесь есть скоробей, который заменяет духов более редкими разновидностями. То есть, там у духов разные виды, кто не в курсе. Есть те, которые дропают валюту, уники там и так далее. То есть, они пролетают сквозь монстров, дают эффект касания. И он повышает дроп на мапке. Вот будут более редкие привиденьки, которые дают дополнительно там больше валют и больше чего-то. Также есть 25% шанс, что дух вылетит обратно из редкого монстра и вселится потом в какого-нибудь другого. Можно это попробовать использовать. Торманты хорошо сочетаются с теми же рок-экзайлами. То есть, вы можете на атласе прокачать духов, фармить изгнанников. Все это нормально сочетается. Проблема, мне кажется, главная в том, что у вас столько слотов в машине картоходца нет, чтобы все эти скоробы туда влезли. То есть, вам хочется и вот тех скоробей, которые мы уже обсуждали, засунуть, и теперь и этих добавить. И как это вообще стакать, непонятно. Столько слотов нет. Ультиматум. Ультиматум, аж 5 видов скоробеев. Базовый способ запустить ультиматум. Не забывайте, что на карте только один ультиматум можно встретить, они не стакаются. А тот ультиматум, который дает с монстров больше опыта, плюс награда чуть выше по рангу. То есть, закинуть два таких скороба можно и получить чуть более ценные награды в испытании ультиматума. Есть тот, который гарантированно дает боссу ультиматум. Работает только на картах Т14+, и только если вы не вкачали, как эта штука называется, вот эта вот, которая запрещает боссу спавниться. Но сам скороб довольно редкий. Вот эти самые обузные здесь скоробеи. Первый заменяет все награды катализаторами, второй заменяет награды катализаторов на начертанные ультиматумы. То есть, в основном, как делают, закидывают два вот этих скоробея, и каждый раунд ультиматума дает вам начертанные ультиматумы. Соответственно, начертанные ультиматумы ценятся больше всего на валюту, естественно. Закинули там, не знаю, три божественных сферы, получили шесть. Главное, начертанный ультиматум не зафейлить, пройти, иначе вы потеряете. В общем, вместе это довольно вроде как выгодная история, по крайней мере, точно видел, что эту стратегию люди используют. Далее у нас особые виды скорабов, быстренько по ним пройдемся, рогатые скорабии, есть те, которые работают на противников, которые работают на игроков, а те, которые работают на монстров, самый вроде как дорогой и ценный, это тот, который делает всех монстров на карте волшебными. То есть все мобы становятся синими, вообще без исключения, это огромное количество валюты, опыта, опять же, стакается с эффектами предыдущих скорабеев, о которых мы говорили. В общем, это всегда отлично, единственное, что падает, он очень редко и дорого стоит. Следующий добавляет редким мобам два дополнительных свойства, то есть у рарников больше свойств, при этом, соответственно, они дропают больше предметов. Как это стакать, как это сочетать, зачем это использовать, ну это, в принципе, немножко больше дропа, хорошо сочетается, например, с вот этой штукой. Редкие монстры имеют 50% повышенный шанс дропнуть скорабей за каждый модификатор на них, то есть вы еще как бы одного гарантированного скорабея получаете таким образом. Единственное, что вам, скорее всего, какой-то нибудь скорабей выпадет, который один хаос стоит. Ну, может быть, вот с этим скорабеем это стакается. У редких монстров как минимум одно дополнительное свойство с наградой, бонусы, экипировки игрока на количество и качество выпадающих предметов не применяются. Что это такое? Если пройти на вики, здесь можно посмотреть список модов наград. Это те самые пиньяты, которые были добавлены в игру еще, там, не знаю, год-полтора назад, когда вы убиваете редкого моба и, знаете, там вываливается, не знаю, сколько... 30 пласток, не знаю, раньше, помните, падало когда? Или падают предметы, которые там все залинкованы, или выпадает там огромное количество валюты, потому что все предметы были сконвертированы в валюту выпадающие. В общем, здесь расколотые предметы, оскверненные предметы и так далее. А вот этот скорабей позволяет гарантированно каждому рарнику дать вот это конвертирующее свойство. Эти конвертирующие свойства вроде как нерфились, и я теперь не уверен, что это прям очень ценно. Опять же, нужно смотреть по стоимости этого скорабея, я думаю, сразу что все станет понятно, если вы посмотрите, сколько он стоит, можно будет выяснить, насколько эффективно это работает. Группы монстров в области заменяются на боссов Атласа с 15% шансом, свойства, действующие на боссов карты, работают также и на них. Даже не знаю, как бы это стакается с какими-то стратегиями, которые позволяют больше фармить именно с боссов, с уникальных таргетов. То есть в целом выбивать что-то с уникальных противников, не знаю, там ритуалы опять же какие-то, может быть, обузить. Опять же, это вроде как сочетается, например, вот с этой штукой, которая с 25% шансом с каждого босса дает дополнительного скораба. Правда, тут Final Map Boss написано, я не уверен, что это работает с боссами, которые здесь появляются. В общем, если вы знаете, как это лучше всего использовать, пишите в комментариях. Далее. Рогатый скорабей, который работает на игрока. Вы можете выбрать одно усиленное свойство в машине картоходца. Усиленные свойства выделены такой золотой рамкой, не знаю, вот здесь вот у меня... Ну, вот так вот оно выглядит. В общем, вы можете посмотреть полный список на вики, пройдя по этой ссылке. Здесь указан список усиленных свойств, и можно оценить, есть ли здесь для вас что-то ценное. Ну, например. Три дополнительных рок-экзайла. Рок-экзайла с 20% шансом дропают предметы, которые будут расколоты. То есть, представьте, у вас там на карте 100 экзайлов, и каждый из них с 20% шансом дропает пачки предметов, которые будут расколоты. То есть, много фрактур можно надропать. Ну, и здесь, в общем, довольно интересные... Довольно интересные свойства есть кое-где. Далее. А что там на предвестников? А, на боссы можно заменить. Понятно. Ну, такое себе. Далее. Ваши другие скораби не расходуются при использовании. Все просто. Позволяет в других слотах закинуть каких-то дорогих скорабиев и сэкономить их. Ну, например, дропнуть этого, положить этого. И этот не потратится. Сгорит только вот этот скорабей. Но он сам каких-то денег стоит, естественно. Не уверен... Не уверен в том, окупится ли использование такого скорабия. Игроки получают увеличение количества и редкости выпадающих предметов с каждого недавно убитого монстра. Вплоть до 200 рарити и 100 кванты. Это работает так, что вы чем быстрее убиваете мобов, не останавливаете. То есть, тем более стабильно держится этот бонус. Примерно как на карте. Даже на Вики пример приведен. Вакуавар... В общем, вы поняли. Вот это карта. Последний тип скорабиев просто разное. 5 штук. Область содержит 40-60 скоплений таинственных бочек. Закидываете треть таких скорабов на карте до 180 бочек. Есть стратегии фарма, которые позволяют... Ну, Эмпириан, по-моему, демонстрировал, да? Что можно выформить. Фармя конкретно эти бочки. Вроде как окупается. Вроде как довольно прикольно. Так что можно попробовать это использовать. Скораб. 40% увеличения размера волшебных групп монстров. Ну, вот опять же, самое простое взаимодействие. Закинуть вот этого скорабия, который делает всех монстров волшебными. И закинуть вот этого скораба, чтобы еще пак сайз на 40% увеличить. С инкёрженом, наверное, хорошо работает. Потому что там тоже мобы почти всегда синяя сейчас. В области можно встретить 4 отраженных группы редких монстров. Лимит 2. Тоже можно покидать, чтобы больше рарников добавить на карту. Если, например, вы... Нет, не эти. Вот эти, например. Используйте скорабии. Далее. В области можно встретить преследуемых предателей. Это, по-моему, группы монстров, которые сражаются друг с другом. Бьют не вас, а бьют фражи, врагов, противников. Короче, это дополнительный пак сайз. Просто больше пачек мобов на карте встречается. Периодически закидывают какие-то страдки, где 4-й слот скораба пуст. То есть вы, в принципе, не знаете, что еще закинуть. Закидывают это вы просто, чтобы больше мобов заспавнить на карте. Больше чего-то выформить. И скорабей порталы в области с 50% шансом не закрываются при использовании. Нашумевший скорабей, который позволяет, например, Т-17 проходить. Там, сами знаете, моды бывают забодробительными. И лишние порталы не повредят. К тому же позволяет больше лута с карты выносить. И если даже вы не умираете, вы можете чаще прыгать в город для того, чтобы скидывать ваш лут в стэш, возвращаться обратно. Ну, для пати и мэйферов каких-то можно, опять же, это использовать. Правда, больше 6 человек все равно на карту не зайдут. В общем, прикольный скорабей. Прикольный. О чем еще стоит сказать? Долго, да, обсуждали вот это все. Ссылку оставлю. Ну, потому что хотелось каждого скорабея обсудить, проговорить. Пару слов про дерево атласа. Все довольно просто. На атласе вы можете подсветить все ноды скорабеев. То есть, если вы заинтересованы, если вы посмотрели на вот это вот все и решили, что да, я хочу это фармить, я хочу много скорабеев, что качать, то подсвечиваю моды скорабов. Понятное дело, что, скорее всего, вам надо взять и это, и вот это взять, и взять вот обязательно это, дроп скорабеев вот здесь вот, вот с этой штуки, и вот тут вот скорабов добрать. И далее вы уже должны сфокусироваться на чем? Ну, это я просто выделил. Это не надо так атлас качать, это я просто подсветил, где узлы скорабеев находятся. Три момента, о которых стоит здесь дополнительно сказать. Вам нужно, скорее всего, блокировать каких-то скорабеев, которые стоят дешево. Если вы хотите именно для продажи скорабеев фармить, вы, пользуясь ТФТ, пользуясь Пойнинджа, трейдом просто, пользуясь вот этой таблицей, оцениваете, какие скорабеи ничегошеньки не стоят, вот, например, такие вот, это Делириум вроде как, что они вам нафиг не нужны, и блокируете их дроп в атласе. Дело в том, что когда вы блокируете контент лиги сейчас, вы в том числе блокируете дроп скорабеев этого типа. То есть вам не нравятся скорабеи разломы, они дешевые, закрываем их. Скорабеи бездны дешевые, блокируем. Скорабеи экспедиции дешевые, блокируем. Ну и так далее. То есть вы можете заблокировать всех ненужных скорабеев, которые относятся к конкретным типам лиг. Тут их 10, но видов скорабеев больше, то ли 16, то ли еще больше, или 20 с чем-то, я уже не помню. Ну, в общем, вот здесь можно посчитать. То есть можно заблокировать то, что к лигам относится. И, ну, если не на продажу, то, может быть, вы сами хотите, например, дропать скорабеев определенного вида. Ну, например, тех же предвестников. Часто мы их вспоминали в этом видео. Заблокировали все виды лиг к чертям. Дальше, следующий пункт. Повысить шанс дропа нужных скорабеев. Вот здесь есть виды скорабеев, которые не относятся к каким-то конкретным лигам. Ну, как относятся? Сложно, короче, охарактеризовать. Давайте проговорим лучше. Повысить шанс на 100% скорабеев ларцов, предвестников, алтарей, господства. Ну, вот опять же, если мы говорим о предвестниках, качаем эту штуку. Повысить шанс реликтовых скорабеев на унике, картография, мастрев, мне кажется, анархия, рок-экзайлы. Повысить шансы тормин-спиритов, скорабов на них, биондов и на мире, или там эссенции. Ну, вот здесь вы можете что-то одно выбрать, можете выбрать несколько, чисто на ваше усмотрение. То есть, сами решайте, какие скорабеи вам нужнее, какие вы хотите блокнуть. Далее используются стратегии, которые просто позволяют больше, больше находить предметов на картах. То есть, разгоняются свойства мапок, берутся, там, не знаю, разгон свойств карт здесь, там, где он еще есть? Здесь, может быть. часто используют back-to-basic кейс-тоун, который не позволяет какому-то дополнительному контенту прокать на картах, но при этом у вас модификаторы карт разгоняются на 1,8. То есть, от 0 до 1,8. Вроде как с Т-17 это довольно выгодно использовать. Можно, потому что положительные модификаторы на дроп чего-либо разогнать с помощью этого нода. Если вы, естественно, не фармите, например, какой-то конкретный контент лиги, то есть, какие-то разломы, например, вам не нужны, можно взять, почему бы и нет. Стратегий довольно много здесь. Главное прокачать ноды на скорабов, на повышенный дроп, блокнуть ненужные, выбрать те, которые вы хотите выбить, а дальше добирайте на атласе все, что вам нужно, наоборот, то, что вы любите фармить, то, что хотите фармить, может быть, там, скороби, ларцы, точнее, прокачать, если вы ларцы фармите, там, или те же предвестники, или алтари, в общем, выбирайте сами. Вроде обо всем рассказал, если нет, добавляйте информацию в комментариях, пишите, ссылочки все оставлю в описании видео. Увидимся на стримах, с вами был Кардив, пока. Субтитры создавал DimaTorzok